Привет! Как дела? За время моего проживания в Англии я привыкла сортировать мусор. Это называется recycle, то есть мусор, который перерабатывается и получает вторую жизнь. Сказать по-честному, очень сложно было привыкать к этому. Первые полгода я жила у брата, брат очень ответственно подходил к этому делу и говорил мне сортировать пластик и бумагу отдельно в прозрачный пакет, а весь остальной мусор идут в черный пакет. Это было на Стратфорде. В каждом районе Лондона разные условия сортировки. Где-то есть еще и специальный бак для стекла и где-то есть еще и специальный бак для пищевых отходов. Допустим, у Моники, когда я жила в Хакне, там у нее был бак для пищевых отходов. И все, что накапливалось, будь то чайники от чая, огрызки яблок, все очистки идут в этот бак. После того, как я прожила два-три года в Лондоне, я уже привыкла и мой мозг работал на автомате. Так, это пластиковое я кладу в Ресайклбэк, а все остальное скидывала в черный пакет. Так было и в Фуллами, где я жила в индийской семье, так было и в Хаммерсмите, и также было в семье на Эрскорте. Там, кстати, папа был более ответственный и говорил мне еще и мыть все бутылки от молока, коробки от соков, прежде чем сложить в пакет в Ресайкл. Но делать было нечего, мы даже еще и сушили потом эти бутылки. Изначально я, конечно, немного злилась. Мало того, что мне не хватало времени на свои дела по дому с детьми, учеба, но как бы приходилось урезать из своего времени на хобби, на репортажи, на какие-то свои личные дела. Потом я так быстренько сполосну, поставлю сушиться, потом прихожу, когда на кухню, сразу выкидываю в пакет для Ресайкла. Забирали этот мусор в основном у нас по вторникам и пятницам. Не знаю, как в других районах, но вот в западных районах действует такой график. По вторникам в 6 утра, по пятницам чуть-чуть попозже часов в 9-10. Обычно люди под вечер перед вторником или пятницей выносят свой мусор в пакетах и ставят на тротуар ближе к проезжей части. Рано-рано утром перед тем, как приехала машина для уборки мусора, дворник местный собирает все эти пакеты в одну кучу, чтобы люди, которые кладут этот мусор в машину, забирали в каком-то одном месте. Но это рано утром мало кто видел. А так, да, обычно накануне перед уборкой мусора достаточно грязно выглядели районы, но рядом с этим мусором иногда можно было найти интересные хорошие вещи, потому что людям так же, как и у нас в России, я заметила, жалко выкидывать какие-то вещи, и они выставляют рядом с мусором просто там какой-то стул, чемодан, иногда даже диван. Ну, такие крупногабаритные, конечно, обычная мусорка не увозила, но кто хотел, шкафы, мебель всякую, иногда сковородки, мы, кстати, одно с мамой так нашли и пригодилась она нам. То есть они просто выставляют рядом с домом и пишут записку, take me please или там free to go, то есть возьми меня домой. Так я видела очень много хорошей мебели и, в принципе, даже на этом можно делать бизнес, потому что если у тебя есть машина, собирать это все, иногда даже реставрации не требуется и продавать. Есть, кстати, в Лондоне такие магазины, которые ездят по дорогим районам, собирают хорошую мебель, реставрируют и продают. Я думаю, что там очень хорошие бывают заработки. Ну, а утром машина проезжает и забирает весь мусор. Иногда это две машины, одна для ресайкла, другая для обычного мусора, иногда это одна машина, но с двумя контейнерами. Третья машина, допустим, для пищевых отходов у Моники, по-моему, ездит по четвергам или по средам. Я точно не знаю графика ее уборки мусора, но так вот просто бак выставляется накануне. Перед тем, как мусорка должна приехать, то есть есть определенный график, люди об этом знают, и они выставляют свой мусор на улицу. Кроме того, для одежды у них существуют отдельно стоящие баки в каждом районе, которые идут в благотворительную организацию. То есть люди выносят туда и скидывают в эти баки ненужные вещи, обувь, одежду, какие-то шапки, перчатки, все что угодно. Допустим, папа в моей последней семье на Эверскорте, где я работала с мальчиком и девочкой, смотрите вот в этом ролике, я рассказываю про эту семью. Он, когда дети выросли уже из своей одежды, сделал такую генеральную уборку и вытащил все вещи, из которых дети уже выросли. Некоторые даже новые и неношенные сложили в пакеты для ресайкла и отнесли в Charity. Charity это вот и есть благотворительная организация. Вот по таким магазинам мне удалось пройти в марте этого года по Кентингтону только. Что там я смогла снять? Честно говоря, живую съемку мне было очень сложно проводить, потому что я не знала, можно ли снимать в магазине или нет. Что-то там в микрофон шептала, а особенно очень сильно мешает музыка, которая звучит во всех магазинах. Она под копирайтом в YouTube и мне приходится как-то ее удалить. Включая какую-то музыку, которую YouTube сам предлагает бесплатно. Очень хорошие вещи можно приобрести в Charity Shop. За буквально копейки, за 1-2 фунта я иногда покупала хорошие вещи. Люди вырастают из своей одежды или наоборот худеют и сдают то, что им уже не идет, может быть вышло из моды и так далее. Вот так вот нечаянно, негаданно, сильно к этому не стремилась, но я стала экологически думающим человеком. В России я продолжаю сортировать мусор и давать вторую жизнь каким-то старым вещам. Ну и покупать в комиссионных магазинах вещи, которые не нужны людям, но нужны и мне, допустим, не вижу в этом ничего такого уж стрёмного. Я, конечно, понимаю, для русских людей это немножечко как бы не в понятиях менталитета. Нам всегда все нужно новое и стильное, и из последних модных коллекций. Но если задумываться, почему бы не купить ту вещь, которая уже была ношена 2-3 раза подешевле и тем самым сохранить природу. Каждый думает сам по себе, но в принципе я заметила в России сейчас с 2019 года, я прочитала в бизнес-журнале, идет мусорная реформа. И Россия тоже стала сортировать мусор, чем и сохраняет не только природные ресурсы, но и также бюджет страны. Огромные финансовые затраты сокращаются в связи с тем, что мусор идет в переработку, и из того или иного мусора создаются какие-то новые материалы, которые потом идут в производство. Поэтому очень радует, что допустим в моем дворе сейчас я вижу тоже несколько баков для различного мусора, для пластика, для картона и так далее. Кроме того, рядом с моим подъездом поставили бак для батареек, он очень большой, правда на цепь его привязали, и он практически уже заполнен. Я рада, что люди несут батарейки, именно в этот бак складывают. И естественно, так как бак специальный, эти батарейки пойдут в утиль и пройдут какую-то переработку. Батарейки это моя основная боль. Батареек у меня всегда очень много, у меня очень много техники. В Лондоне, допустим, я нашла для батареек в библиотеке моего университета специальный такой был маленький, правда, бочонок. И я приносила туда, складывала все свои батарейки, которые уже вышли из годности. А потом, позже, это было там 2014-2017 год, когда я училась в первом университете, а позже я потом уже видела, что такие бочонки стоят практически в каждом супермаркете, и уже носила в ближайший супермаркет и складывала батарейки туда. Очень рада, что люди в России стали заботиться об окружающей среде, стали сортировать мусор на пластик, картон и стекло. Будем надеяться, что наша природа скоро поблагодарит нас, выйдем из этой пандемии и заживем по-новому в новых зеленых экологических условиях. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok